Всем привет! Вы на канале Gadgetmania. Это новое видео. Я начинаю. Поехали! В этот раз я постараюсь вместе с вами перепрошить пришедший ко мне Leco X626 на последнюю версию прошивки. И расскажу вам, как это делается совсем-совсем просто, практически без компьютера. Данный метод перепрошивки пригодится тем аппаратам, которые, соответственно, оснащены чипом Mediatek. Во-первых, я хочу вас предупредить. Все, что вы делаете со своим аппаратом, вы делаете на свой страх и риск. Это всего лишь моя демонстрация того, как это получилось или не получилось у меня. Для того, чтобы вам это сделать, вам в первую очередь необходим сам аппарат. Давайте же посмотрим, какая на данный момент система установлена о телефоне. И мы видим, что 5.8.018s стабильная. На данный момент есть 26-я прошивочка, и сейчас именно ее я попытаюсь установить на смартфон без компьютера. Для того, чтобы это сделать, по ссылке в описании вы скачиваете архив, помещаете его в корень самого телефона, в корень памяти телефона. Переименовываете файл Update ZIP, потому что он будет носить имя самой прошивки. После того, как вы загрузили файл с прошивкой и переименовали его в Update ZIP, вам надо просто выключить телефон. Перед этим убедиться, что он заряжен более чем на 50%, для того, чтобы у вас в случае форс-мажора, соответственно, хватило заряда на восстановление прошивки и вот это вот все. После того, как смартфон выключился, вам надо зажать клавишу включения и клавишу регулировки громкости плюсик наверх и, соответственно, держать одновременно. После того, как появился логотип, отпускаем клавишу питания и держим только плюсик регулировка громкости. После этого вы должны попасть вот в такое стоковое рекавере. Здесь всего лишь два пункта, это Update System и Clear Data. Если вы хотите очистить полностью систему дозаводских установок, соответственно, выбирайте пункт 2. Я же хочу просто обновить на последнюю версию прошивки, поэтому я просто нажимаю Update System и нажимаю Start. После этого начинается установка самой прошивки. После того, как прошивка загрузилась на смартфон, это занимает порядка 6-6,5 минут, у вас непосредственно будет отображаться следующая информация на экране телефона. Ну вот, в принципе, уже идет оптимизация тех приложений, которые установлены на смартфон. Прошло уже 8 минут в общей сложности. И система делает последние несколько шагов для того, чтобы полностью установиться на смартфон. Обновленные. Сейчас посмотрим, какой версии. Ну вот, в принципе, друзья, и все. Смартфон, соответственно, обновился. По времени это заняло порядка 15 минут. Вместе с установкой и скачиванием прошивки, я думаю, что порядка 30 минут это у вас все займет. Но на самом деле, наверное, это того стоит. Давайте посмотрим, присутствует ли здесь русский язык. Причем стоит регион Россия, язык русский. Ну, соответственно, настроечки у нас на английском языке. Для того, чтобы у нас полностью был русский язык, надо устанавливать кастомную версию. Для этого нам надо устанавливать не стоковый, а, соответственно, кастомный рекавери. Ну, а сейчас на данный момент на телефоне установлена версия прошивки 26S стабильная. Посмотрим, как себя будет вести смартфон на этой версии прошивки. При процессе, во время обновления, телефон немножко, так сказать, нагрелся, но это терпимо. В принципе, я думаю, что никаких проблем здесь в дальнейшем не будет. Здесь есть, да, дополнительные рабочие столы, устанавливаются дополнительные какие-то приложения, они полностью китайские. Ну вот, друзья, я обновил прошивку на Leco X626, на последнюю актуальную 26S. Она на английском языке, но те приложения, которые устанавливаются с Play Market, они будут непосредственно на русском языке. В самой системе только на выбор несколько вариантов китайского и, соответственно, английский. Система стабильная, установились какие-то приложения в виде китайского софта. Это все, я думаю, что без проблем можно будет удалить. Да, абсолютно верно, все это дело удаляется. И дополнительные рабочие столы каким-то образом скрыть. Вот так это все делается, и больше вас этот стол мучить не будет. В принципе, все это дело решается. По плавности работы очень все плавненько. Уже в этой системе присутствует иконочка System Update. Для того, чтобы проверять, сейчас это вот такая версия пьется на системы. Я думаю, что в дальнейшем по воздуху все это беспроблемно будет обновляться. И, соответственно, не надо будет заморачиваться ни со стоковым, ни с кастомным рекавери. Для того, чтобы установить русский язык, вам нужно будет установить немножко другую версию прошивки. Кастомную на основе стоковой. Но для этого вам надо будет установить кастомный рекавери и, соответственно, действовать уже согласно другой инструкции. Большое спасибо за просмотр. Оставляйте свои лайки и комментарии под этим видео. Обязательно вступайте в группу ВКонтакте. Ставьте колокольчик, это важно. Совсем скоро увидимся. Всего доброго. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok